Итак, в этом уроке мы рассмотрим добавление новостей с использованием блоков генерации. Для этого я уже подготовил новость. Вот она вы видите в текстовом файле. Сразу оговорюсь, вот эти две ссылочки, обернутые тегом А, для тех сайтов, которые имеют отдельное окно для ввода ссылок и скиншотов. Так, начнем с заголовка. Вставляем заголовок в строку заголовок. Тут же вставляем заголовок в строку поиска для проверки дублей. Можно добавить ключевые слова, я вот их уже написал. Браузер, интернет, опера и так далее. Добавляем слова. Сохраняем. Теперь можно выбрать категории. В какие категории будет отправляться новость. Это будут браузеры, интернет и софт общий. Воспользуемся блоком генерации для нашего заголовка. Назовем переменную, допустим, опера z, то есть заголовок. Вставляем все в наш заголовок. Можно будет сделать несколько вариантов заголовка. Это вы делаете на ваше усмотрение. Копируем переменную. И оборачиваем наш заголовок этой переменной. Теперь перейдем к краткой новости. Для начала вставим картинки. И зальем их на серверообменник. Вот картинки у нас загрузились. Внизу появились ссылки. Теперь вставим картинку в краткую новость. Теперь можно вставить содержание краткой новости. Также воспользуемся блоком генерации. Но вручную теперь трудновато будет написать множество вариантов. Мы воспользуемся программой SEO-генератор. Вот она. Она имеется на сайте. Абсолютно бесплатная программа. Здесь мы можем создать несколько вариантов короткой новости. Заменяя по смыслу слова. Финальный, новый, последний. Нажимаем генерировать. Вот у нас получилось 18 вариантов новостей. Мы их копируем в буфер обмена. И теперь уже создаем в блоке генерации переменную для короткой новости. Назовем ее опера-к, то есть короткая новость. Вставляем сюда то, что мы нагенерировали. Сохраняем. И копируем название переменной. Оборачиваем нашу короткую новость, это переменной. Теперь копируем нашу короткую новость в полную новость. Теперь необходимо обернуть короткую новость еще одной переменной для выравнивания текста по подшаблонам. В полную новость мы эти переменные не вставляем, так как для полной новости имеются свои переменные. Так, необходимо теперь обернуть нашу короткую новость, которую мы скопируем другой переменной, для того, чтобы где необходимо короткая новость повторялась в полной новости, а где необходимо ее не было. Маленькая неправильно сделала, с картинки захватываем. Так, теперь вставим полную новость, текст полной новости, для которой мы также, вот она у нас полная новость, для которой мы также сделаем блоки генерации через программу SEO-генератор. Также по смыслу поставляем различные значения по смыслу. По смыслу. По смыслу 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 по ну пожалуй хватит генерируем получаем 12 вариант копируем в буфер здесь создаем новую перемену назовем ее оперу п то есть полная новость вставляем сохраняем копируем название перемены и также оборачиваем эту нашу но далее вставляем остальной текст полная новость ну и картиночку можно еще скриншотик ставить так здесь выделим ну и картиночка ну и прижмем к левой стенке так в полную новость нам также необходимо будет добавить одну переменную для выравнивания текста по под шаблоном вот мы ее добавляем также хочу обратить ваше внимание что скопированную краткую новость которую мы вставили в полную новость нужно оборачивать переменными для полной новости не нужно ее копировать полностью с этими переменными сс текст и переносить ее в полную новость здесь мы вставляем свои переменные лучше их сделать отдельно вот как делаю я не сливать с остальной новостью так как в повторе краткой новости у нас есть картинка вот эту часть я не буду оборачивать этой переменной так как мы уже жестко прижали ее к левой стенке вот этими тегами ну можно приступать к ссылкам добавлению ссылок вставляем наши ссылки выбираем обменник где подпись группы ссылок мы ставим пока пробел для чего я вам потом объясню добавляем еще одну ссылочку в подписи группы ссылок также оставляем пробел далее нам будет необходимо написать заголовок блока ссылок допустим я напишу допустим я напишу скачать опера 10.0 этот заголовок этот заголовок ссылок также необходимо будет обернуть переменными для заголовка блока ссылок np вот так вот оборачиваем далее нужно будет вставить наши ссылочки ссылочки в полную новость для этого используется переменный блок ссылок который в дальнейшем при публикации на сайте подставит при необходимости теги хайт квот и оцентрует по центру полем как нам как будет стоять в подшаблонах вставляем все ссылки вот у нас получилось ссылки нажимаем просмотр и смотрим что у нас получилось открылся просмотр смотрим новость все нормально ссылочки на месте все работает так заголовок у нас получился подставил программу опера 10 и в краткой новости так сообщила о выпуске финальной версии браузера опера 10 сейчас мы посмотрим как эта новость будет смотреться на другом сайте вот открылась вот мою картинку опера заголовок теперь опера 10.0 так сообщила о выпуске финальной версии популярного браузера теперь уж 10 смотрим все нормально в полной новости то же самое содержание меняется еще один сайт посмотрим заголовок у нас получился опера 10 нью сообщил о выпуске финальной версии известного теперь уже браузера 10 опера 10 смотрим вот у нас полная новость и ссылочки ну а теперь я объясню зачем мы ставили в подписи группы ссылок пробел если убрать пробел то программа выдает окошко в котором написано что необходимо нам заполнить все поля однако если мы напишем здесь в подписи группы ссылок допустим скачать одним файлом пусть так будет вот сейчас мы посмотрим что у нас получится нажимаем просмотр вот открылась опускаемся вниз ссылкам получается вот такой дублика скачать одним файлом слетит бит и тут же ссылка такая же скачать опера слетит бит одним файлом то есть у нас повторяется однако если у вас в настройках под шаблоны в подписи одиночных ссылок и подписи группы ссылок не будет выбран не будет выбрана сама подпись то есть будет стоять пустота то тогда необходимо будет писать как мы вот это сделали скачать одним файлом либо зеркало либо как угодно ну пожалуй на этом все до свидания